Здравствуйте, с вами Андрей. Сегодня я вам расскажу про электропилу DEO 2700E. Эта пила отличается от других электропил. Вначале проверим комплектацию. Чехол, цепь, устройство для подтяжки цепи. И вот она, наконец, наша электропила. Также здесь есть шина. Не забывайте про инструкцию. Ну что, начнем. Итак, эта пила сделана также из противоударного пластика. На этой пиле также есть экстренное отключение цепи. Ну, а как ее собирать, вы сейчас увидите. Итак, пока я готовлюсь, хочу вам рассказать, что на этой пиле двигатель расположен фронтально. То есть двигатель находится сзади, и привод идет уже через редуктор. Но здесь есть еще некоторые особенности. Дело в том, что на этой электропиле вы можете пролезть фактически в любую щель, потому что, вы видите, она довольно-таки узкая. Ну что, начинаем сборку. Как и на всех пилах, при начале сборки обязательно посмотрите, как правильно поставить цепь. Дело в том, что цепь можно поставить по-другому. Вот сейчас я как приложил эту цепь, вы обратите внимание, она не соответствует рисунку. Значит, цепь надо перевернуть. Итак, продолжаем сборку. Одеваем цепь на шину. Поправили, чуть-чуть подтянули. О, вот так. В принципе, ничего сложного. Проверили, чтобы все у нас стало в пазы. Теперь берем и вот, видите, отверстие. Вот это отверстие должно попасть на эту шпильку. Естественно, цепь должна попасть на ведущую шестеренку. Попадаем. Вот, в принципе, у нас все стало. И теперь нам надо поставить крышечку, чтобы она попала вот в этот паз. Затягиваем болт. То есть, затягиваем вот эту гайку, которая находится вот на этой крышке. А теперь вот этой крышечкой второй мы регулируем натяжку цепи. Сейчас я вам все покажу. Вот, слегка подтянули, чтобы она приняла горизонтальное положение. И теперь мы натягиваем цепь. Теперь проверяем натяжку цепи. Цепь у нас натянута. И все, фиксируем. Цепь фиксируем вот этой гайкой. Все, мы затянули. Ну все, пила готова к работе. Пила весит 5 килограмм 400 грамм. Это немного. Также эта пила оборудована экстренным отключением цепи. Если вдруг вы работаете, что-то пилите, и вдруг у вас происходит отскок пилы, то есть, когда пила просто отскакивает от дерева или от бруса, в этот момент она отключается. То есть, если пила у вас пошла вверх от удара, у вас происходит автоматическое отключение. Пила свою работу останавливает. Ну что, попробуем ее в деле. Как она будет работать? Рекомендую использовать качественное масло для смазки цепи. На этой пиле также есть окошко. Заливаем масло. Не торопитесь. Масло сюда заливается немного. Проверяем уровень. Масло залито. Можно пилить. У этой пилы плавный пуск. И мощности побольше. А теперь я вам скажу, чем удобно продольное расположение двигателя. Посмотрите, какое здесь маленькое расстояние. Если мы... Нам надо отпилить вот эту ветку. Как вы думаете, бензопилой я бы туда подлез? Конечно же нет. А эта пила имеет такие возможности. Давайте попробуем. Вот. Вот. Я вам расскажу, для чего нужно экстренное отключение цепи. То есть, посмотрите. Если вдруг вы начинаете пилить, а у нас люди не все умелые, получается отскок. И когда пила отскакивает, она у вас автоматически отключается. Все. Она не работает. Рука спасена, а может быть даже жизнь. Так, продолжаем. Также, друзья мои, не надо, чтобы пила, то есть цепь, касалась земли. Она мгновенно тупится. Ну что? Ну что? Ну что вам могу сказать? Хорошая, мощная пила. Такая пила необходима для дачников. Потому что, ну, ребят, например, если вы в доме заведете бензопилу, наверное, все жильцы оттуда убегут. Электропилой можно делать пропилы, пилить брус, деревья, обрезать деревья садовые. Я считаю, вот эта вещь необходима в хозяйстве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!